И так, ну что ж, Ария Рума, мои маленькие любители всего, то что крутится и вращается, у микрофона, как всегда, ваш покорный слогам Амору, и это удивительная сборочка с модом Create. Как я люблю это говорить, как всегда, я об этом говорю, загадом произошли кое-какие глобальные, даже в каком-то смысле, изменения. В том числе, я уже, как я и говорил в предыдущих сериях, и зачаровал наконец-то себе кирку на вот такие вот зачарования, и да, эта кирка очень-очень слабая, и я очень сильно ей недоволен, но это лучше, чем ничего, и даже такое маломальское зачарование на 2х, то есть удача 2, позволяет нам добывать с рут, в том числе и железо, в том числе и свинца, и меди, и прочих ископаемых, большее количество ресурсов. Таким образом, проведя какое-то маленькое количество времени в шахте, я надэбл себе вот такое вот маломальское количество всяких разнообразных рут и ресурсов, переработкой которых мы и будем сейчас с вами заниматься, в принципе. Также я себе, как вы можете понять, скрафтил серебряные бочки, но в их крафте нет вообще ничего сложного, они крафтятся из рун, которые падают в гигантских масштабах из пещеры, и я думаю, с этим вообще ни у кого проблемы возникло не должно. Они достаточно вместительные, эти самые бочки, они даже больше, чем двойной сундук, а учитывая то, что таких бочек помещается две на место одного двухместного сундука, я думаю, это намного эффективнее. Также я перенес всю систему с модом Create отсюда, вот на этот берег нашего импровизированного озера. И как я говорил, там у нас просто недостаточно места для того, чтобы это все крутилось и вращалось, поэтому все это происходит у нас именно здесь. Также я немножечко это все систематизировал, оптимизировал, и теперь это работает более лучшим образом, ну или по крайней мере, как я этого хочу. Водяными колесами, которые благодаря вращению от воды приводятся в движение. Крутящийся момент передается на шестереночки, которые крутятся, вращаются, и передают свой крутящий момент некоторым приборам, которые здесь и размещены. Жернова я находил в одной из строений, у меня здесь два жернова, которые будут заниматься дальнейшей перепылавкой. В один жернов у нас поступают все ресурсы, и потом это все поступает в воду с вентилятором, с помощью доновения которого получается преобразовывать различные ресурсы, которые требуются в крафтах. Например, вот таким вот образом мы можем кучу всего интересного получать, именно таким вот способом, а вернее благодаря вот такому способу у нас в предыдущей части получалось удваивать находимые ресурсы, но и это даже не позволяло нам получать слитки один к одному. И для того, чтобы получать слитки в необходимом масштабе, тут есть мод, как ни странно, Тингер Кастракт. В предыдущей части мы с вами сделали только Серец Мелтер, но для того, чтобы это все успешно работало, нам нужен еще танк, который я предварительно уже засунул лаву и разместил его под наш Мелтер. Под Мелтер я разместил краник, а под краник я разместил просто стол, на который будут разливаться наши металлы. С помощью специальных андезитовых воронок, которые крафтятся не очень сложно из андезитовых машин, у нас все ресурсы из сундука будут автоматически попадать в жернов, из жернова попадать в воронку, а из воронки уже попадать в Мелтер. Мелтер будет это все плавить, и мы будем получать уже переработанные ресурсы. Я хочу сейчас взять немножечко себе, допустим, золото и железо, а также с большей вероятностью мне понадобятся всякого рода паттерны, по которым мы и будем делать заливки. Так, для начала я хочу здесь передробить себе немножечко золота, пускай это будет 8 штучек, которые мы сейчас с вами и будем использовать. Я просто кладу эти предметы в сундук, и это автоматически все происходит и добавляется сюда. Здесь благодаря лаве это все плавится в обычной слитке, и благодаря тому, что это как бы смелтер, то есть плавильня, у нас получается из одной дробленой руды получать один слиток. И благодаря тому, что я наконец-то сделал себе зачарование на удачу, мне получается в каком-то смысле увеличивать количество руды, которую мы получаем с одного блока этой руды. Для того, чтобы отсюда нам получить слиток, нам для начала нужно сделать заливку. Заливки у нас есть разного рода, например, заливка для сливка, заливка для шестеренки, кусочка, ну и так далее. Мне, по крайней мере, сейчас я точно уверен, что понадобится всего два вида заливок. Заливка для железного листа, я тыкаю ПКМ по кранику, и это все автоматически туда заливается, и создается специальная форма для железного листа. И то есть, если я сюда буду выливать золото, то у нас будет сразу золотые пластины. И золотые пластины, благодаря воронке, будут автоматически попадать, да, в этот сундук. Помимо заливки для листов, я хочу создать еще заливку для слитка, чтобы иметь возможность слитки тоже получать в необходимом объеме. Теперь я бы хотел создать парочку еще побольше золотых листочков. Так, я подключил, по идее, к этой системе рычаг, и оно сейчас все должно само воспроизводиться. Это очень успешно и замечательно. Так, мы с вами получили шесть листочков. Этого маловато, мне нужно еще будет. А также мне потребуется в скором времени гигантское количество цинка. А для чего он мне понадобится, я расскажу, конечно же, чуть попозже. По идее, если я так вот рычаг включаю, то это не должно никак конфликтовать с воронкой, в которую должно сейчас все нормально поступать, и золотые слиточки мы с вами получаем успешным образом. Пока 10 штучек есть, и пока, я думаю, этого мне хватит. Их я хочу использовать непосредственно по прямому назначению. Я еще с прошлой части задал себе идею сделать автоматическую ферму дерева. Как раз для нее мне нужны вот эти вот автономные активаторы, которые будут за меня сажать автоматические дерева. Для них, как ни странно, нужны латунные руки, которые делаются с помощью золота. Так, теперь я загрузил сюда цинк, пережариваться, и должно сейчас это все работать. Я очень надеюсь, что лавы, которая здесь у нас находится, будет хватать на достаточно приличное количество времени, иначе все это будет просто напрасно. Три автономных активатора я себе сделал, и теперь как раз-таки я и хочу заняться всей этой системой. Так, мне понадобится еще, пожалуй, парочка ресурсов. И если я положу кинетический механизм сюда, камнерез, то я буду получать различные ресурсы. Таким образом, я здесь получил себе андезитовые воронки, но сейчас я хочу себе немножко другую вещь. Вот портативный интерфейс хранения, который позволит мне соединять соединяющиеся машины. Очень тавтологичную вещь я, конечно, сказал, но да ладно. Грубо говоря, этот интерфейс позволит мне собирать из машины, которая будет вращаться ресурсы, не прекращая ее вращение. Так, вот так вот я размещаю радиальное шасси, и на суперклей я прикрепляю линейное шасси. Сюда я должен, по идее, разместить пилы. Так, ты вообще будешь крутиться таким образом-то? Да, все крутится, все работает, пилы должны пилить. Хорошо. Теперь я должен где-то здесь также, вот таким вот образом, разместить на суперклей автономные активаторы. Вниз тебя я должен направить, и в тебя я должен как-то впихнуть саженец. Саженец я тебе делаю фильтр, и, пожалуй, еще здесь себе один я поставлю. Пока у меня две, конечно, пилы, но потом их будет больше, я надеюсь, и все это будет гораздо лучше. Теперь я должен сюда разместить сундук, через суперклей, естественно. Я сюда, допустим, положу в сундучок, в это два саженца, тыкаю правую кнопку мыши, и ничего не происходит. Хотя нет, саженцы-то убрали, но, видимо, автономные активаторы не могут посадить, из-за того, что, видимо, они находятся не на правильной высоте. Хорошо, давайте увеличим высоту. Так, пробуем теперь ту же самую схему, только с тремя блоками вместо двух. Тык. Все, пошло, пошло, поехал, ага. Сами начали размещать, умнички мои. Также на суперклей я просто приклеиваю сюда, пилы, и все это должно работать успешно. Я вот сюда, допустим, креплю сундук, он у нас будет размещаться здесь, и, допустим, где-нибудь вот здесь вот у нас будет находиться портативный интерфейс хранения. Сундучок я сразу же загружаю побольше саженцев, пускай они будут, пускай они засаживаются. Вот здесь вот ты останавливаешься, и теперь я хочу безобразие из этой машины, которая будет здесь вкрутиться-вращаться, из этого сундука забирать себе. То есть вот здесь вот должен находиться второй интерфейс хранения, который будет передавать все предметы, которые будет собирать наша машина в наш сундук какой-нибудь, который будет у нас здесь находиться. Пускай эта машина вращается, вот она, кстати, у нас соединилась, все это воспроизвелось, и все это замечательно. То есть за каждый круг она будет проходить, срубать и помещать все предметы через портативный интерфейс. Из этого интерфейса мы каким-то образом должны будем собирать ресурсы себе. Допустим, если я захочу использовать воронку, то есть я их должен буду разместить две вместо одной, но это должно работать по идее. Так, направление воронки изменяется ключом, я на это надеюсь. Ресурсы пошли передаваться, и все это пошло рубиться. Кстати, тут как раз у нас выросло дерево, которое сейчас же мы и срубим здесь себе. Но прежде, конечно же, все саженцы должны быть перемещены. И дерево, оно просто автоматически здесь срубается, которое есть, без особых проблем. А когда же нужно, допустим, высадить здесь что-то, типа саженцев, у нас без проблем эта машина будет высаживать из тех саженцев, которые она здесь и срубает. То есть бесконечный круговорот этих самых саженцев в этой машине. Те первые плоды дерева, которые эта машинка здесь нам принесла. То есть мы таким успешным образом ферму дерева можем завершать. Механические пилы вверх могут обрабатывать заготовление дерева. И нам предлагается здесь создать таким образом, чтобы пилы у нас дробили изготавливаемое здесь дерево и дробили его до состояния, получается, кнопок в автоматическом режиме для того, чтобы мы впоследствии с вами могли крафтить андезитовые машины просто постоянно и перманентно. Я сейчас буду заниматься дальнейшей переработкой и переплавкой. Допустим, мне сейчас понадобится большое количество железа, именно пластины с железом. Сейчас пусть они здесь плавится. А я возьму, пожалуй, весь цинк, который мы здесь переработали и изготовлю очень важную вещь. Как по моему мнению, мне здесь нужна цинковая наковальня. Эта наковальня позволит мне, насколько я правильно понимаю, заниматься модом тинкер в очень приемлемых для меня объемах. То есть она раскрывает мод тинкер констракта в необразимых масштабах, ведь именно это мне и было нужно. Так, допустим, я себе захочу еще раз крафтить кирку и уже ее мы с вами попробуем модифицировать. В этот раз я ее здесь на этой наковальне собираю. Также, как и в прошлый раз, я буду запихивать сюда в качестве модификатора один алмаз и немножко лазурита. Стоп, почему? Не работает почему-то. Видимо, как-то здесь изменили зачарование и не получится так просто нам наложить зачарование удачи на кирку с помощью лазурита. И нам потребуются какие-то более другие способы этого делания. Ладно, с удачей я видимо как-то поспешил. Нам потребуется еще сделать кучу шагов, прежде чем мы получим с вами зачарование удачи в том объеме, в котором я хочу здесь его получить себе. Но у нас есть еще другие дела, которыми нужно заниматься с вами, так что не пережевываем за эту тему и идем заниматься дальнейшим прохождением сборки. Так, теперь я точно завершил машину в таком объеме, в котором она должна была у меня работать. Все, пускай она работает, пускай она здесь нам сажает все саженцы и мы ей никаким образом таким не будем мешать. Дальше у меня по квестам нужно, допустим, завершить промывку глины. Хорошо, давайте этим займемся. Если я все правильно понимаю и если я все делаю правильно, то ее делать нам не сложно, эту самую промывку. Здесь я начал себе выращивать рис. В принципе, в маленьких количествах. Я думаю, этого будет достаточно нам до какой-то поры. Этот рис я нашел просто где-то бегая. Собирая рис, мы будем получать рисовые паникулы. Их я помещаю в наш, получается, правый производственный ряд. И я получаю из него рис и вот эти вот самые соломенные штучки. Благодаря тому, что он попадает в воду, в принципе, ничего хуже не будет. Главное, что мы получаем автопросейку этого самого риса. Все это попадает сюда автоматически и мы здесь получаем солому. Солома же мне понадобится, когда я буду здесь использовать себе strange base, то есть место для ловли рыбы, которую мы делали еще в прошлой части. Так, это будет немножечко проблематично, конечно, но я попробую сейчас все это автоматизировать. Ну, схема теперь выглядит вот таким вот образом. Здесь вот со всех сторон разместил под дубовой таблички, которая держится на честном слове. Здесь у нас стоит эндозитовая воронка и это все будет у нас производиться, пока здесь будет вода, пока здесь будет сетка. И вот, допустим, вот таким вот образом здесь сюда песок выплевывается и плывет. Плывет до тех пор, пока не переделывается в глину. То есть автоматический сбор у нас глины готов. К сожалению, нам именно не говорится, каким образом мы должны здесь заменять фильтры, чтобы это все нормально работало. Ну ладно, об этом мы задумаемся как-нибудь потом. Что там по квестам дальше? Подводный сад. То есть мы можем как-то собирать ламинарию с помощью комбайна. То есть, если я здесь размещаю схему наподобие, которая у меня была размещена вот здесь вот с деревом, то это все должно нормально работать, функционировать и вообще все на свете. Хорошо, давайте попробуем. Я не думал, что такое, в принципе, возможно, после столики часов, проведенных мною в шахте, но это последний анализит у меня. Пойду еще копать. А что мне остается еще? По идее, я все сделал. И по идее, у меня все готово для того, чтобы сделать эту автоматическую ферму. Точно такую же схему, как и в предыдущих два раза, я разместил вот здесь вот себе. Разместил также два радиальных здесь шасси. И теперь мне нужно выкопать здесь то самое пространство для ламинарии и, соответственно, все это здесь себе организовать. Здесь должны в два высоты расти ламинарии. То есть, как только верхний блок созревает, эта вся система с машины должны ее успешно выбривать. Размещаю здесь комбайны. ПКМ по этой штуке. Проверить, все ли будет работать. И, конечно, ничего не работает. Просто кто-то здесь забыл разместить суперклей. Так, портативный порт я тоже сюда поставил. Правильный, надеюсь, стороной. Оу. У меня есть парочка вопросов. Почему так и что-то явно пошло не по плану. Вот, это другое дело. Только, блин, конечно же, надо было разместить все не той стороной. Нет, по-хорошему, вообще без разницы, в какую сторону эта штука будет вращаться. Просто желательно, чтобы это вращалось все в правильную сторону. Так, теперь запускаем, пробуем. Опять все пошло с землей. Зачем земля-то? Зачем тебе, братан, земля. Она тебе не нужна. Оставь ее. Возможно, потом входа-выхода отсюда я буду делать в другом месте. Но пока это будет вот таким вот образом. И все крутится, все вертится, все работает. Замечательно. Последнее приготовление, последние штришки можно будет запускать сюда воду с ламинарией. Вот такая вот у нас ямка выходит здесь. Все залито. И размещаю ламинарии. Ради проверки я вот сейчас вот вырастил пару штучек. Первый ламинарий, который у меня здесь есть. И теперь... Срубается? Срубается. Хорошо. Подсоединяется порт. Но что-то пока ничего не летит. Но ламинария есть. Ладно, просто я не заметил. Такое тоже бывает. И все по идее. Сейчас только я размещаю здесь ламинарию и будет готова наша автофермочка. Самое, что мне нравится, эта ферма абсолютно не требует никакого моего участия. То есть прихожу сюда раз в какой-то промежуток времени, собираю ресурсы и все готово. Даже как ферма дерева. Красота! Автоматизация уже! Просто вау! Надо будет мне в ближайшее время по-хорошему сгонять все-таки в ад. И надыбать себе побольше магматического камня, который позволит мне постоянно не бегать за лавой. По-хорошему это можно будет здесь себе облагородить. Как-то сделать более красиво, более опционально. Но зачем? С другой стороны, если это все и так прекрасно работает. В таком случае на такой прекрасной ноте мы будем с вами потихонечку заканчивать. Ну и тогда на этом все. Всем спасибо, что смотрели. у микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору и эти суперские автоматические фермы. На это все. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.